приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить игру под названием skyrim а точнее дополнение под названием зло над йоутенхеймом и как вы помните в предыдущей серии мы застряли в доме призраков нам не хватает ингредиента для изготовления как там это зелье назывался зелье мазохиста что не хватает нам хвост злокрыса я тут уже честно все обыскал нигде тут этого хвоста большому сожалению нету так что придется нам воспользоваться консолью при вас есть сейчас это покажу так вот вспомнить бы команду так ладно так не наверно неправильно писал или правильно я уже не помню фруст но замечательно так и айди этого предмета мы выводим сейчас который мы хотим получить вычего речь неправильно что ливер а что так что-то неправильно я видимо взял а что непонятно что это неправильно сделал так может нет а понял 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 я айди неправильно вел извиняюсь айди неправильно то и чё часто ну вот так вовсе и видите в левом верхнем углу написано добавленных хвост злокрыса все слава богу так ну что давайте теперь сварим зелье мазохиста вы хотите сделать это привет да куда деваться так и как я понимаю теперь это надо выпить и будем мы сейчас мучиться от боли все нас просто парализовала но нет в принципе мы встаем все нормально ночью теперь могу выйти внутрь блин ничего не вижу факел возьми да теперь могу так и вижу рычаг какой-то а это там открыла понятно так золото 1 червь так ладно тогда дальше продолжаем типа этому ужасному дому вот это же хвост был это не хвост я ошибался с предыдущей серии да видимо болен тут нереально найти хвост надо было его иметь при себе у меня его не было и вот пришлось 4 тут стоит вы кто такие так это капитан команды вот а вот это по моему хельга мне посадили в клетку еще происходит ой вы чё творите что охренелись что ли упал где кубок дракона тебе удалось пройти проверку и теперь я знаю что у тебя хватит сил кубок дракона должен принадлежать тебе однако прежде чем ты уйдешь из этого места я хочу предупредить на тебе сильное проклятие и у тебя крайне мало времени чтобы избавиться от него пока она не владела твоим разумом полностью поспеши и не позволяй проклятию одурачить тебя твой разум меняется и это работает против тебя и это есть столь кубок драконов офигенно кубок ну да ладно ну что ж вот мы нашли кубок а теперь где это мы где ты песни смерти достичь гробницы бессмертного а где он живет ваш бессмертный так но слава богу мы выбрались из дома призраков я не знаю что это было это был капитан того судна на котором мы сюда прибыли и хельга с которым мы впервые серии разговаривали но чё-то чего я проваливаюсь сквозь текстуры тогда текая схра уже переворачивается что шутить да она переворачивается и не 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 были я наверно должен был успеть пробежать что ли я вообще сейчас на воздухе стою полина как что пройти а он и так и будет в таком положении статью не вернется свое положение которым был нифига не вижу отсвечивает все так давайте-ка назад вернемся во первых и сохранимся будем думать как пройти чуть зухар вообще не пойму чего подо мной ничего нету я иду это нормально это в принципе норма есть зачем это было я шел сквозь текстуры ладно знать не хочу чё это было видимо это бах какой-то было либо это специально так сделал ненормально хочу пометить опять же эти две статуи у которых нету они пропали нормально так ладно надо я тут уже был о чем не надо сделать достичь гробницы бессмертного а тут он был спуск вниз если не ошибаюсь обиделся подъем наверх не хочу и наверх я хочу туда и дай бог ты разобьешься да ладно нормально высота была чуть не понравилось о ней я сейчас оттуда начну какого хрена я стал а нет не оттуда слава богу сохранить потому что то блеща заново проходил бы там можно статуи прыгнуть успеть хотя не она пропадет толку мало так ну ладно давайте попробуем подняться наверх проходу наверх не было хочу вам сказать причем куда там наверх идти туда некуда идти особо это ловушка когда я туда иду я просто проваливаюсь сквозь текстура не то есть потом на пропадают и все так как же нам спуститься тогда я он вижу что-то внизу но я боюсь он разобьется как-то аккуратно надо спуститься как если бы еще не отсвечивал вообще замечательно было то я нифига не вижу так а вот тут чё я там разобьюсь наверно она вот тут в принципе спустить сможем замечательно опять статуя так и надеюсь давно больше шутить не будут там вдруг пропадет подо мной текстуры или еще что-нибудь нифига не вижу так ладно тут то в принципе мы уже были ходили убивали я думаю тут никого сейчас уже не будет вандра угрозу биты валяются так что прямиком по-быстрому нам мы направимся в эту гробницу бессмертного и убьем этого бессмертного кто-то он там не был а чуть звук резко прекратился сначала как-то видела ветерком а сейчас вообще тишина они вроде опять какой-то звук пошел я уже думал щас какой-то скример будет обычно так и делают затишье такое и на тебя скримеру чик так ладно вот так давайте пойдем срежем путь блин но не застревайте прошу а то тут сохранится потом я не хочу за насускаться куда-то вниз что ну ладно а не разобьюсь ли я тут да не вроде нормально вообще не вижу дна вот замечательно нихрена не вижу честное слово грибы какие-то увижу великий хоть свет что-то стоит шепчет там черепа ткал и они гробницы гробницы бессмертного что там надо войти в колодец теперь пойти в колодец бессмертного так ночью ребятки будьте готовы принципе тут могут ожидать скримеры и всякие непонятные звуки я сразу предупреждаю чтобы были готовы и не испугались так сильно хотя я вижу драуров чё стоим кого ждем меня ждете я за вами как раз таки пришел из бессмертно в первую очередь здорово поехали ребятки ну-ка выходи ну я долго жать тебе буду чё гараж что что не хочет выходить ко мне везде не ломится ломится но не вижу таких тут ходит они не одолеть вам меня но это все либо я не там кстати ворота закрыт мы все-таки и взять закрыть мы не будем отсюда видимо никак мы отсюда не выйдем ну и где они скрипт что ли сработал по идее тут еще много вот этих гробницы как понимаю должны выйти все но видимо скрипт сработал он не ожидал что я быстро так перебить раугров да ё-моё чё про что никого нет выходи давай для продвиж вову поехали понеслась да хорош вот такой-то злой луком перебить их куда собрался будут улетаешь офигеть вы видели он пролетел уж кто-то в зале тюх 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 родной куда собрался я не вижу а вот он вот лови паще вы начали вот это уже серьезно деле еще один вы начали ворота сзади слышу открылись но мы их перебьем до конца не вообще вслепую стреляю а вон 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 они выше чуть вы начальник остался и все но обыскивать я их не хочу в принципе и брать у них особо нечего деньги мне не нужны стрел у меня и так полно так что не вижу смысла их обыскивать погнали дальше где ваш бессмертный тоем и так на сохранить а вот они еще ребят которые его охраняют эту бессмертную боли над какой-нибудь магический свет бы нам я знаю есть такая магия в skyrim и но мне ее нету там какой-то луч пускаешь прям конец тоннеля и у тебя будет освещаться весь тоннель ты чугара и что ли почему я увидел молод на это был бы круто тот все время менять факел на лук вот этот неудобно честно говоря вы начали кто это непростой начальник главный вы начали к нему мы его очень даже легко одолеем он нам ничего не сделает видимо отсюда надо идти хотя тут ворота так золотые стрелы ой какие золотые стрел что несу банит вы мечу не там был но он принципе хороший на для меня говно колодец их смертного а цели нас указано добраться до этого колодца то ли залезть то ли убить его что колодцы этом найти леди озеро и поговорить с ней красиво выглядит это место только вот не запутаться бы нам здесь я думаю это очень даже легко сделать драубра стоит с ним еще и по моему фалмер что ли он ползать да 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 ой ребят чуть вас тут много на лук брать вот этого первого магии страдают надо убить хорош ну ложись не хочешь где еще один дитут вот не вижу его посвяти своим глазищами а где там походу вот так факел срочно факел потому что ни хера не видно так там можно было спуститься вниз вот можно куда-то отсюда пройти тут все таки понимает тупик да как ни крути тут тупик это печально хотя не этот хорошо есть был бы много проходов я тут нафиг запутался бы чуть-чуть значит трех соснах запутался что ли да ладно где выход тупик а испугался за фене это страшно все таки так давайте по осад стран тут тоже кто то есть не ручь не ручь не ручь не ручь а тут ты тут не один уже точно доказано да понеслась еще один маячит все ручь все должны были завариться если еще были бы ну я уж понял что однозначно нам куда-то вниз надо прямо и вниз а тут просто так зачистить да и все ну ладно погнали тогда не сохранимся все таки мы проделали довольно таки огромную работу перебили много драугров я вижу он вы начальника внизу еле еле увидел вы просто не думать что я слепой я играю днем за окном светло и все-таки все отсвечивает вообще и не видно вот слепую стреляю skyrim вот вот особенно в это дополнение надо играть ночью потому что ни хера не видно да ладно ты чё я должен был попасть вот так получше вот что нифига себе вот этот мост я по-моему видел в савангарде а точно такой же был савангарде может быть и нет мошки ошибаюсь о здорово мы с тобой что не какой сегодня в какой-то серии болтали у меня есть кубок дракона я вижу что моя вера была не напрасно ты более чем заслуживаешь моего доверия подойди к телу рютер назара и наполни кубок водой прежде чем ты сделаешь это я хочу предупредить тебе жидкость смертельно опасно но я понял ну дальше варе ночью так что остерегайся прикасаться к ней вернись ко мне как закончишь наполнить кубок дракона так и лучше сохранить она сказал вода смертельно не пей так ладно возьмем факел завтра такой мост был в савангарде оттуда как раз таки его и взяли сюда воткнули но сделали ткешь круг чуть такое успешно наполнили кубок дракона и плотно закрыли крышку ты чё угораешь где тут видел я даже не вил где тут наполнял там нет воды никакой ну-ка дайте я и с той стороны обойду я хочу убедиться что там что то есть я просто ничего не видел убедился короче в воду нельзя заходить потому что она действительно какая-то смертельная ее аккуратно надо наполнить эту воду с этой стороны как и пера сделал и свалить кедри не фея не пробовать больше все успешно наполнили кубок дракона заполненной вернуться к леди озера пищу гараж серьезный противник с ним просто так не справишься мечом подожди на глуп взять причем его не одолеть где ты а вон по мосту куда-то пошел а я иду шага иди сюда уклоняется от моих стрел и на тебе он гор не чистый тоже какой-то деревенский парень был но превратился вот такой амебу хорош отдыхай походи про не надо забрать что тут был вообще мир к скоб говно какое-то новое ладно ничего брать больше так ну что давай поболтаем чё ты скажешь мне насчет этого готова отлично возможно надежда на спасение нервной еще осталось ты живое доказательство того что не все смертные так легко склоняются перед искушениями времени мало и здесь становится небезопасно прежде чем я скажу тебе что делать дальше мы уйдем в более безопасное место ну давай так где то мы так на каком чердаке непонятно на каком сеном дом сверкера то есть мы у него в доме я хоть не находимся в чердаке о как ладно поговорим ничего не говорить как видишь мы вернулись к тебе домой или мне нужно сказать к сверкеру ты конечно помнишь его как такого не запомнить мужика осталось найти две вещи нужные нам для исцеления первую ты получишь очень скоро но чтобы достать вторую нужно будет постараться пора рассказать тебе о твоем тайном друге здесь на на йоутенхейме на этом месте сверкер пытался покончить с собой множество раз бесчисленное количество раз он совал голову в петлю и отшвыривал табурет ногой но ни разу ему это не удалось я понятия не имею сколько раз несчастный пытался отправиться выпив яда все что я знаю что он даже не мог поднести бутылку губам он управлял сверкером и он знал все неразрывно связанным с ним как и все прочее он был обречен служить и повиноваться у сверкера была последняя вещь нужно нужно для исцеления кун он не сможет дать его тебе так как демон препятствует ему если ты хочешь спасти нирн и себя тебе нужно забрать кун у него вторую вещь нужно для исцеления я является сущность бессмертного этим бессмертным стану я течение твоего пребывания здесь смертной я видела благодарство твоего сердца и я знаю что могу доверять тебе поэтому я дам тебе свою сущность смертные когда ты получишь все реагенты смешая их воедино в утгарде и выпей тебе придется испытать боль вот и освободишься и сможешь положить конец этому кошмару пока он не добрался до скайрима прежде чем я уйду я хочу напомнить что тебе пора заглянуть почтовый ящик твой друг сверкер может попробовать связаться с тобой еще раз а теперь удачи смертная так как сейчас я уйду и весь груз ляжет на твои плечи прощай давай леди прощу то есть она собой пожертвовала чтобы дать сущность сущность бессмертия вот так она собой пожертвовал себя уничтожила чтобы дать вот эту вот сущность ладно мы должны все-таки подвести их и должны освободить остров от этой тваре которая 7 тут управляет на случай твоего возвращения что-то там написал на сверкер вновь так 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 вот она пожалуйста 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 почему-то так медлишь я нуждаюсь тебе ты что-то имеешь против меня почему ты допускаешь чтобы я приносил это ты скверное создание зло спаси меня я умоляю тебя если ты когда-нибудь вернешься в этот дом который дал тебе и прочтешь это письмо то пожалуйста послушай меня теперь я знаю что могу доверять тебе и мне нужна твоя помощь самое подходящее время для встречи я открою врата для тебя в полночь подойди к ним и они откроются когда войдешь через них минуту проклятый лес и впереди мост вскоре ты увидишь мой дом справа дороги я буду ждать каждую полночь пока ты не придешь пожалуйста молю тебя спаси меня искренне твой сверкер да ладно тебе не брошу тебя в беде сейчас спасу так как я понимаю мы сейчас справляемся в замок наконец-таки я встречу эту тварь и покончусь с этим и узнаю кто за стоит вообще кто это такой что ваш все боятся да причем он как бы и на меня как проклятие навесил что мне придется излечаться из этого меня от этого надо все-таки покончить с этим уже не дополнение вот сколько я уже играют были шикарные вообще мне очень даже нравится очень даже интересное классно сделано так лошадка до сих пор здесь стоит поехали ты мне пригодишься у меня с факелом еду ничего себе а лошадка там не загорится ты так прям подставил ты какой ты сам можно же сгореться так в принципе да ладно это скайрим да видим вот мы едем в этот замок маркер показывает нам ехать туда хотя цель у нас пройти через врата утгарда в полночь а сейчас сколько время тишина мертвая просто тишина что валяется вон ах отлично ворота открылись пройти через врата утгарда в полночь найти дом сверкера давайте погнали тогда враг ты чё тут делаешь типа охранник на охранник недоделаны поехали поехали куда-то уходишь не ты мне еще нужно так не так назад нам вперед надо еще враг несколько охранников тут не одолеть тебе меня статуи какой-то непонятно я такой даже чуть не помню не видел вроде бы а вот он видимо дома его то есть второй дом сверкера и как я понимаю мы сейчас с ним встретимся наконец-таки там что он виднеет видимо замок он там ладно сейчас у нас цель попасть в дом сверкера и побазарить пусть он не все правду тут расскажет и скажет как мне одолеть его где он сидит как что найти сверкером скажу вам неплохо он тут живет у меня тут и еда есть все есть и ключи кстати ключи весьма но ни один ключ не могу взять это лег в банке не пасибо праздничный обед праздничный обед в честь моего спасителя съешь его пока он не остыл сверкер ой по мне поесть мы всегда любим чего тарелки тут летают так чего смотреть хлеб пусто так вот он хлеб почему его осмотреть то надо что особый тут взять ничего что-то особо тут ничего не взять не могу печально только вот вино взял ну давайте хоть вино что выпьем поел называется так ладно факел назад берем и в поисках сверкера так них нету довольно таки много опять колбы уверенет эти кувшины для ингредиентов что ли сколько у тебя удочек видимо ты любил в компании порыбачить ну то есть и до сих пор любишь а то ее как будто захоронил чё за звук кто-то за дверями плачет что так погодите пока не буду активирует тут масло не могу пройти решетки видимо от на рычаг надо жить тогда откроется решетка так ладно для начала я тут все смотрю чё у нас сейфе покрывали он походу реально там что то ли рыдает то ли не пойму что с ним пожалуйста прочти это моему спасителю наконец-то ты здесь ты понятия не имеешь как долго я ждал тебе или кого-то вроде тебя кого-то просто кого-то времени очень мало потяни рычаг за этим столом и освободи меня сделает сделай это скорее освободи меня твой в смерти и по смерти сверкер что убить я собрал что я его сжёг ё-моё да я видимо его сжёг и так и не смог с ним встретиться да вот она да зачем-то мечтал что могу сказать по этому поводу он хотел покончить с собой он не мог и вот он как раз таки ждал того человека кто сможет его убить и вот это оказался я до сверки отчет ты слабоват какой-то ну и пусть на тебя проклятие ну блин ну что из этого надо было стремиться уничтожить ту тварь которая навела на этот остров проклятие а ты как-то сдался захотел самоубийца не тебе очень жаль на самом деле ты слабак но я все-таки дойду до конца и увижу эту тварь и уничтожим так ладно сейф что он тут нам оставил ключ от наружных ворот угар а вот это уж хорошо моему спасителю ли мы для моего спасителя если ты найдешь это то я наверняка мертв мертв именно поэтому сначала я хочу сказать мне жаль не по-настоящему жаль что я не могу сказать это с глазу на глаз но обстоятельства требует чтобы я поступил именно так к твоему счастью тебе удалось точно исследовать моим инструкциям во время своих визитов не разговаривая со мной или кем-то еще на самом деле уже со мной им поболтал и именно поэтому я не могу рисковать быть обнаруженным им пока мы все еще не решили вопрос твоего спасения ты понятия не имеешь сколько времени я пытался сделать то с чем тебе так просто удалось справиться три последних года я пытался покончить со своей жизнью но мне не удавалось да и никому не удавалось кроме джо я завидовал ему он повесил голову лося в своей спальне мы были в том доме и там лось был перевернутый и кровь на диване была вот где этот джо повесился понятно закрепив ее свободной и было только дело времени дождаться пока укрепление ослабнет и упадет ему на голову пока он спит пробив рогами череп какая жесть в итоге это сработало но не убило его полностью трясись от страха что он узнает он ушел на второй этаж и спрятался там истекая кровью за секунду до того как он смог бы увидеть и спасти его да да так и было на втором этаже помните когда мы чертак забрались там труп был после исхода из деревни и начавшегося три года назад джо и я были избраны чтобы стать его личными слугами я понятия не имею что он сделал с остальными кроме тех кого он забрал утгард в качестве своих безмолвных слух мы с же все еще были относительно свободны в начале нашей задачей было главным образом снабжать его то есть к лог мира я думаю теперь когда я мертв правильно будет назвать его по имени кто-то как лог мира то есть надо было снабжать едой потому что его прислуга нежить не могла приготовить ему лучше чем живые мне также пришлось перебраться из моего уютного дома который теперь твой в холодную северную часть ютенхейма тогда для нас с джо наступила скверные времена что мы должны были делать ты даже не сможешь понять то что мы сделали ты понятия не имеешь от чего тебе довелось избавить меня я буду вечно тебе благодарен но ты должно быть думаешь что я забыл о тебе я знаю что ты несешь проклятие и я знал что ты получишь его когда войдешь в шахту можешь назвать меня эгоистом но если бы тебе только возможно было предоставить как у в каком аду я жил я должен был умереть хун находится в утгоре а в утгорде я не хотел нести его туда но он форсировал события теперь я даже не знаю где именно в утгорде он находится все что я знаю что кун где-то там и что тебе придется найти его когда ты получишь его то создай зелье которое вылечит тебя мне неизвестны другие к по компоненты которые могут тебе понадобиться но я надеюсь ответ на этом нашелся в троллихолире зелье должно быть изготовлено в высочайшей башне утгорда которая расположена над главным залом старый утгорд который находится под самым утгордом должен иметь выход прямо в троллихолир это на случай если тебе понадобится другой проход ключ в этом сейфе отпирает наружные ворота самого замка утгорд ключ главному залу скорее всего или в сторожке или в комнатах слух теперь иди исцелись от проклятий или астана останешься его прислужником как сейчас с любовью сверкер сверки сверки слабак ты не знаю конечно что там вашего настолько мучил что действительно жить не мог просто не знаю но я должен с этим покончить погнали вот он этот замок и наконец-таки я туда войду и уничтожу всех кого увижу опять же эти две статуи у которых нету но вы поняли так вот и не ворота нужен ключ у меня есть можно ворота закрытия все пути обратно нету ничего так замок скажу вам так о чем не сказано войти в утгорд но нужен ключ как он сказал найди ключ так не дверь вот он говорил может быть ключ в комнате услуг давайте зайдем сюда тут слуги обитают опять темно бочкой пути хочу так говорил как тут вообще мертвая тишина нужен ключ глава дракона и не скажешь что тут живут слуги его потому что прям мертвая тишина но кровати тут прям ну много действительно как будто тут слуги живут может быть в данный момент они куда-то отлучились может быть опа а вот это по ходу проход очень подозрительно выглядит но как открыть эту книжную полку вилы опа вижу 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 воронах такие вазы давай открывай вот все теперь можем зайти туда так особо тут взять ничего не могу ладно тогда давайте направимся какой-то секретный проход меня очкова честно говоря потому что мне не нравится вот этот мертвая тишина а вот эта дверь была закрыта и мы теперь с другой стороны зашли кто такие учел пола умели что ли они кому-то поклоняются орвар ульф это же деревенский пол ребята да которые жили в деревне то есть у них уже просто с мозгами того они сидят поклоняются этому господину своему гробы череп вот ключи кстати но есть мне такое предположение когда я возьму ключ эти ребята загорится на меня это они сейчас чуть молится молится но потом им не скажет а ты решил своровать ключ они все-таки его слуги не дадут спокойно добраться до своего господина так что у меня такой должен быть это ключ от главного зала да нет вроде дальше поклоню а нифига подобного у кулаках без проблем ребят не света нет я тоже буду ума чуть-вы как дрова украрить да не-не-не-не-не-не давай бит кулаком я какая-нибудь давай поехали они кулаками я тогда кулаком я ребят вам не одолеть не двух и ты на как легко и живучи вот этот стих короче они зомбированы у них даже глазаки белые они уже зомби их ничего не спасет все их только убить остается да ну так долго будут мочить давайте меч уже возьмем иди сюда хорош прыжка это было конечно эпично у нас он офигел с прыжка меч воткнуть но это только мой каджет так может эпично убить так ладно все ключ мы достали покидаем это место надеюсь больше за час никто не придет а то вдруг они каким-нибудь там не знаю как призвали кого-нибудь сюда щас еще какое-нибудь подкрепление сюда придет так ну что вот мы раздобыли ключ как я понимаю вот это не главный ворот в этот замок и тогда мы в следующей серии зайдем туда а пока я предлагаю здесь закончить на этом серию так что надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте комментарии ну и всем удачи всем пока